Добрый вечер, уважаемые садоводы! Как всегда, с вами Галина Латинкова. Сегодня 5 мая 2023 года, и мы накануне праздника Дня Победы. Хочу рассказать про шедевральную грушу Тася, которая названа в честь моей племянницы, с кем связано происхождение этой груши. В свое время, десяток лет назад, была съедена южная груша и выброшены семечки прямо недалеко от дома. По истечении 5 лет вырос дичок, который я хотела даже перепривить, но из-за отсутствия времени прививка не была сделана. Но осенью вдруг появились зеленые, крупные, вкусные, ароматные груши с красным бочком, которые хорошо хранились, долго висели на дереве, нежная маслянистая мякоть и полости внутри семечковые были очень крупные, то есть не типичные для наших южноуральских груш. То есть груша явно была южного происхождения. Ну а само маточное дерево говорит за себя. Посмотрите, какая форма груши. В этой груши примерно 12-15 лет, потому что очень сложно сказать, когда она росла дичком, в принципе, мы на нее не обращали внимания, в какое время она именно появилась. Ствол сантиметров 15. В формировке этой груши мы никакого участия не принимали, то есть она сформировалась сама. Вот очень интересный ствол, скелет этой груши. Вот. Такой пирамидальной формы. Высотой где-то 3-3,5 метра. Веточки очень тоненькие, несмотря на то, что она обильно усыпана урожаем. И у нас одна ветка даже обломилась год назад, в результате тяжести не выдержала. Поэтому вот посмотрите, как она сейчас цветет. Вообще весна очень ранняя, и необычное цветение в начале мая, да еще перед праздником, 9 мая, обычно у нас только начинали открываться почки. А в этом году уже отцветают абрикосы, жимолости, открылись груши, и вот уже набухают бутоны на яблонях. Поэтому вот вечером, глядя на эту грушу, захотелось вам показать такую красоту. Вот такое цветение, обильное, обильное цветение. Вот это вот маточное дерево. Посмотрите, какого настроения. Я думаю, что если вы будете иметь эту грушу в саду, вы никогда не пожалеете. Вкусная южная груша, еще и с хранением. Всех вам благ, с наступающими праздниками, всем здоровья, успехов, мира, гармонии в ваших семьях. Вот, и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok